Продолжаем словно черви копошиться на почве хайпа новоиспеченного проекта МВТ Танк Баттлс. Однако, к сожалению, в этот раз говр пойдет о далеко не самых приятных вещах. Но таков уж путь, а иначе получается весьма двояко, что вот да, мобильную тундру мы ругаем буквально каждый ролик, а значит с МВТ вся такая из себя распрекрасная, к сожалению, это не так. Для начала пройдемся ножом по экономике, которая ответила нам тем же. И да, я сказал ножом, только для того, чтобы вставить этот каламбур со шведом. Собственно, проблема на поверхности. Техника, переходя с первого ранга на второй, увеличивает свою цену покупки в 5 раз минимум. Притом, коэффициенты нашего заработка не меняются. О том, что было бы еще неплохо купить танки, самолеты, вертолеты, корабли и все, что тебе надо, я вообще промолчу. Там ребята как-то на досуге считали, что в очень хорошем раскладе мы способны фармить до 600 тысяч долларов за час игры. При условии наличия Бебрамса и премиум аккаунта, который даже не работает. Хотя насчет последнего уже не уверен, по крайней мере так говорят бывалые. Ну и выходит, что при идеальных условиях мы сможем раздобыть не самый дорогой танк второго ранга где-то за 5 часов игры. И кажется неплохо, особенно если поделить это время на несколько дней и докинуть сюда различные награды спаса. Да только вот для полного сетапа нам было бы еще хорошо купить 3 таких же единицы, а еще не помешал бы вертолет и самолет. Таким образом необходимое количество часов многократно возрастает, пусть оно будет сутки, что все еще не кажется летально, особенно если разделить задачу на несколько дней. А теперь напомню, что это при идеальном варианте развития событий, только вот далеко не каждый может позволить себе премиум аккаунт и Бебрамс. Мало того, на этом ведь не заканчивается игра, перед нами стоит еще 2 ранга сверху, где цены вновь продолжают расти, а наши коэффициенты по прежнему не меняются. И там счет фарма будет идти уже на месяцы. С одной стороны я из чего захотел, неужто прокачать Т-14 армату за неделю, здесь тебе не танк блик. Согласен, однако я даже не вел к этому, если прокачка будет слишком быстрой, то интереса ровно так же не будет. В то же время то, что есть сейчас, может с куда большим успехом отпугивать игроков. Целевой гой, как только откроет второй ранг, сбежит в ужасе, прикинув сколько человека времени надо затратить на покупку хотя бы одного юнита. И здесь можно парировать, что у игры, мол, вот упорно более детальное освоение каждой единицы. Так как за те же доллары можно купить чипы развития техники, да только вот чтобы закрыть МК-1 хотя бы на танке первого ранга, вам нужно около двух-трех лимонов, а это цена уже всего того же юнита второго ранга. И при этом колоссально на геймплей это не влияет. Да, характеристики возрастут и вы получите явное преимущество, например, над тем, кто вообще не качал технику. Только вот вы по-прежнему будете играть на одном и том же танке уже какой бой. А даже если он имеет в наличии какую-то интересную механику, например, комплекс активной защиты у донатного Абрамса, то за те же доллары и бесконечный гринд вы его не откроете. Что на мой взгляд уже цирк в абсолютной степени. Мало того, что донатный танк идет стоковый, так еще и механики надо докупать отдельно. Таким даже танк Блик похвастаться не может и лишь нервно курит в сторонке. Понимаете ли, сугубо на мой взгляд игра как-либо должна вознаграждать человека за проведенное в ней время. Должен ощущаться, ну не знаю, какой-то импакт что ли от действий. А по итогу за сутки гринда мы лишь упираемся в порог доната и не более. И такая вот недоработка в отношении экономики является довольно жирным минусом. Который способен перекрыть все достижения игры, начиная от кипа механик, которым у нас крестьян банально нет доступа, и заканчивая каким-то анализатором брони. Говорить об отмене проекта еще конечно рано. Стоит делать скидку на тестовую версию, да и проблема решается весьма просто. Необходимо как минимум привести цены покупки техники куму разуму, даже уж прокачка бог с ней пусть будет как есть. Я лишь только хотел бы добавить уникальные механики в бесплатный сегмент прокачки. Например теплоки, кассы и прочее. А то получается, что посылка для нас есть, но нам ее не отдадут, потому что документов у нас нету. Однако как же тогда быть, если играть в танчики хочется, а вот куда тратить заработанные гроши не ясно. Могу лишь дать совет, а уже следовать ему или нет, дело ваше. Пока что просто копите доллары и лишь изредка можете тратить их на прокачку любимых юнитов. Я вполне допускаю, что создатель по итогу пересмотрит политику цен и впоследствии они упадут, а вы будете уже готовеньки и сможете по вменяемому прайсу оформить покупку интересующих вас единиц. Собственно больше добавить мне нечего. А хотя нет, есть один моментик. На мой взгляд не нужно спамить в рандом чатах всякими хэштегами. Это по итогу становится не более чем информационным мусором, коего на просторах интернета хватает. За сих подходите к делу более вдумчиво. Составьте небольшой фидбэк и оставьте его в любом медиаполе игры, ссылаясь на ваши личные мысли и подсчеты. Так вы покажете серьезность вашего мнения, а разработчику будет легче оценить суть проблемы. Я считаю это лучше, чем как тупой гость спамить хрен пойми чем в соцсетях. А так конечно же финальный аккорд за вами. Быть может вас вообще все устраивает и терпеть вам по кайфу. Да, и такие встречались. На этом пока все. Будем продолжать наблюдать за ситуацией и делать все возможное, что зависит от нас. Следом идет совершенно бесплатно бонус обзора американской табуретки АКТ-114. Приятного просмотра. Обзор Т-114 тоже интересная история, ведь у нас можно прокачивать танки, что весьма кринжово, когда речь идет о премах. Допустим если брать стоковый Т-114 и МК-3, то есть топовый, это де-факто получается две разных машины. Однако я сильно сомневаюсь, что кто-то на полном серьезе будет выкачивать эту бричку в топовое состояние. Поэтому давайте не будем париться и я запишу обзор как есть. Тут много думать не надо, это самый дешевый на данный момент премиум танк. И даже в стоковой модификации она обладает относительно уникальной механикой, а именно трехзарядным барабаном. Общая перезарядка значится будет в районе 15 секунд, а внутри приблизительно 5. Только вот в игре это не указано, за что я ставлю разработчику двойку в корпус, а мы идем дальше. Пушка из себя представляет следующее. Калибр у нее будет 106 мм, где в качестве мейн снаряда имеется кумулятив и фугас. Там еще есть третий гигачат снаряд, да только вот его даже ваши внуки не откроют, поэтому забудьте вообще, что я только что сказал. Куда интереснее будет вопрос, а какой снаряд из двух указанных выше будет эффективнее. И вот кажется, наверное кумулятив, так как больше пробития, да и урон не сильно падает. Так-то оно так, да только вот на первом ранге преимущественно встречаются всякие БМП, нежели стандартные танки. Особенно сейчас, когда матчи состоят полностью из ботов, даже несмотря на слив АПК файла игры. Потому в данный момент, наверное более целесообразно будет мейнить фугас, у которого помимо слегка повышенного урона, еще и колоссальное воздействие на внутренности неприятеля. Хотя чисто по цифрам у того же кумулятива этот показатель выше будет. Опять-таки, когда игра появится в открытом доступе, то вероятнее всего на первом ранге прибавится онлайна. А в особенности игроков на хомяках, который будет подарком к релизу. И к слову, пока я озвучивал все это дело, его уже раздали. Однако это все равно ни на что не влияет, потому что релиз состоится только 7 ноября, и то не факт. Соответственно, там уже будет необходимо пересмотреть актуальность данной брички в целом. А пока имеем, что имеем. К вопросу огневой мощи также добавим отличные углы склонения орудия. А именно 10 вниз и 20 наверх, что позволит нам ни в чем себе не отказывать при игре от укрытий и неровностей. Скорость вращения башни не подкачала целых 36 градусов на секунду, что практически как у зениток. А вдобавок идет крупнокалиберный браунинг для отстрела картона. Выходит, что с огневой мощью все более-менее чем прилично. О живучести, думаю, нет смысла говорить. Здесь количество хитпоинтов в стоке меньше, чем у некоторых зениток этого же ранга. Броня примерно на том же уровне, то есть ее нету. Зато вот скорость передвижения, да, неплохая. Хотя могло быть и лучше, но лучше только заплатно, а такого нам не надо. Вперед показатель хода равняется 60 кмч, а назад 20. Дымовая завеса имеется в виде ТДА, что на мой взгляд очень полезно, ведь убегать и менять позицию на этом танке приходится с завидной регулярностью. Только вот получается чуть-чуть не всегда. А каков итог? На мой взгляд отличный танчик в качестве первого према и заглушка в сетап. Даже можно потратить энное количество баксов на прокачку, уж точно не пожалеете. К тому же коробчатый вид техники является отличным полем для художества и прочей ереси, которую вам заблагорассудится нарисовать. На этом главная часть все. Проекту и вам, как всегда, желаю всех благ. Пробиться через все незгоды, вопреки всему и несмотря ни на что. За мои старания не скуфитесь оценить видео как следует, а также не забывайте о моих соцсетях. Там можно принять участие в жизни канала и просто душно пообщаться со мной. Но помимо этого, принять участие в розыгрышах мелких приколов для мелкой тундры. Продолжение следует... Продолжение следует...